здравствуйте значит сегодня мы вместе с вами значит испытаем рейсмус строгальный станок калибр ssr 1600 но есть характеристики здесь мы ручку прорезали когда несли значит характеристики значит 220 вольт мощностью 1600 оборотов оборотов 8000 и ширина ножей 204 миллиметра но перед тем как брать перед тем как брать и значит посмотрел достаточно много видов достаточно много видов самые дешевые были значит по ширине ножей значит 152 но это маловато ну и значит 204 пока собирался пока собирался значит станки подорожали но потом думаю надо брать иначе вообще не возьму вот этот установщик недорогой такой недорогой как работать не знаю первый раз взял на рейсмусе сам еще не работал так со стороны смотрел сейчас разберемся посмотрим что как но за основу была взята мощность его то есть 1600 я думаю нормально будет но обороты бывает 8000 оборотов бывает 9000 оборотов ну и ширина ножей 204 миллиметра 204 миллиметра есть станки подороже и станки подороже где-то уже у них ширина ножей 300 миллиметров 350 но домашних условий для себя это мне кажется уже излишне потому что ну доска доски мы берем вот у нас у 15 доска на 15 сантиметров ну пускай 20 больше все на доске не будет но сейчас откроем посмотрим но он тяжеловат и так 25 килограмм приобретал его значит через интернет просто не было времени особо по магазинам ездить это в 12 магазина заехал то что мне надо не было решил так вот приобрести через интернет посмотрим как он будет вот упаковка стандартная вот здесь паспорт паспорт его пока смотреть не будем если что-то не будет получаться тогда уже поинтересуемся если будет что-то непонятно нам совсем вот упаковка стандартная стандартная покупка салфан бумаги забыл сказать что два ножа два ножа два ножа два ножа так вы что но я не знаю солидная машина по всей видимости так наверно в сторону чуть-чуть его смещу как солидно 25 килограмм 25 килограмм это уже немало это уже немало что здесь так еще вот здесь направляющие тоже направлять направляющие да винты крепежные и пожалуй все и пожалуй все начать мы вокруг его посмотрим что он из тебя составляет представляется как-то на картинке одно а в живое немножко другое это защитный корр защитный корр что так откидывается это так это когда работаешь по баночкам так посмотрим так 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 ну по всей видимости было просто вот так вот так поставим покрутим посмотрим что к чему может и не такой сложный и такой сложно просто так здесь тоже те же самые характеристики написано калибр так удлинитель ну шнур неплохой скажу что и целлофановый так сказать более-менее но все же если с промышленными сравнивать конечно это ближе к игрушечному ближе к игрушечному ну посмотрим так сейчас повертим покрутим попробуем собрать попробуем собрать что и где как так вот винт так винт смотрим так для чего для какие цели он нужен так непонятно 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 а потом соберем и продолжим съемочку значит после нескольких раздумий значит пришли к следующему выводу короче все окончательно станет в процессе работы ну вот разобрались значит на этом этапе следующий начнет рукоятка вот это как раз для рубанка для рубанка вот здесь шкала идёт здесь 1 2 3 и вот максимальная глубина строгания вот мы сейчас поставим 1 двоечку поставим и попробуем испытать он чем сравнивать двоечку поставили здесь вот еще одна рукоятка есть рукоятка вот есть рис-мусова не уже идет это рис-мусова некоторое уже идет идет вот здесь шкала возле шкала но учитывая то что бруски большие будут по доске будем регулировать ее в зависимости от толщины доски после этого значит добавляется из 2 миллиметра 2 миллиметра значит сначала значит попробуем в режиме значит строгания строгания а потом в режиме рейсмуса в режиме рейсмуса но здесь вот нарисована подача идет с этой стороны видите, с этой стороны подача идет, а здесь подача будет с этой стороны. Разберемся. Сначала попробуем построгать, попробуем построгать. И вот здесь вот есть защитный кожух. Видите, вот он защитный кожух. Можно его убрать и направляющая, чтобы было удобно. Попробуем сначала так вот. Опа, попробовали. Розетку не включили. Так, вот она розеточка. Сейчас включим, попробуем. Так. Ну, поет. Можно добавить. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, значит, поставили 3 миллиметра. 3 миллиметра. 3 миллиметра. Вот видите, практически досточку полностью прострогало. Вот здесь вот немножко или доска неровная такая была, или перекос. Вот немножко осталось. А сейчас мы еще раз повторим этот вариант и посмотрим, что дальше будет. Так. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 так ну я считаю что неплохо неплохо вот нормально все прострогала то есть рубанок работать неплохо единственно что в комплекте нету значит прижима чтобы толкать но это мы доведем это до конца сделаем это будет тогда хорошо ну что считаю для домашних условий как рубанок будет работать неплохо хорошо сейчас разберемся разберемся как же он будет респасовать берем лишнюю стружку лишнюю стружку видите сколько удобрений получается у нас это одно с двух проходов у нас со стружкой проблем не будет проблем не будет так сейчас посмотрим замерим доску до 25 25 доска 25 значит мы два раза прошли это 20 будет это будет 20 сейчас поставим это 20 но станок не закреплены видите у нас катается потому что это мы его проверяем а в будущем то конечно на будет по-другому все и здесь надо наверно иметь щёточку какой-то так вот 20 20 будет так так это мы уберем временно уберем это нам не надо это нам не надо так это нам не надо так так перерыв сделай сейчас я схожу за церкви ну вот мы здесь рубанком обработали видите вот эта сторона у нас не обработана сейчас попробуем при помощи рейсмуса так поставим здесь еще вот значит один миллиметр добавим так так это вот так да ну прямо скажу что я на этом станке еще не работал возможно какие-то сбои получится но испытываем вместе с вами как она пойдет видите автоматическая подача идет тут строгает она вроде ничего но маловато я добавил просто побаиваюсь сейчас чуть-чуть добавим побольше еще как говорится не привык к этой машине вот так вот посмотрим что будет работать дальше ну что как говорится почти мебель почти мебель вот самый краешек еще не прошел доска ровная сейчас еще один разочек и хватит и хватит и будем подводить итоги так где-то где-то так ну что скажу что и рубанок работает и рейсмус работает и подача работает ну как стружки больно многовато но может быть потом стружка пойдет на применение ну и до конца не разобрались вот значит у нас еще вот короб вот это для отвода для отвода стружки до конца не разобрались где и почему и как разберемся и вместе поделимся опытом считаю что станок в домашних условиях на гараже на даче будет хорошей помощью до новых встреч экспериментируем вместе